Здравствуйте, Рабстать. Я Ксим Айт. Что обсуждаете? Политика, история, война. Что? Политика, история, война. А по истории что вы хотите обсуждать? Россия, Украина, Советский Союз, Старая Мировая. По истории хотел бы вопрос задать. Так что обсудим. Можно? Ну давайте. Учебник 7 класса. Не знаю, это Роман Лях. Роман Лях. Надежда Тимирова. 2004 год. 140 тысяч лет Украине. Что это? Тимирова. Сейчас открою. Роман Лях. Надежда Тимирова. Учебник? Сейчас посмотрим, почитаем его. А что волосы не мыты? Сейчас. Какая страница? Первые волосы что не мыты? Какая страница, мужчина? Первая, первая. Первая страница, первая страница, это обложка. Ну, достать, перестать. Ну, третья. Дальше. Первая страница. Роман Лях. Надежда Тимирова. История Украины. Петровича 7 класса. Киев Генезе 2000. Не помню, конечно, такого учебника, когда сестра и помогал. Неудобно читать еще. Ничего удобно, не помню просто его. Так, а какая страница? Тридцать седьмая. А, тридцать с вы знаете. Ты что мне тянут? Сейчас ты идешь до тридцать седьмой. Тридцать седьмой. Чуть неудобно. Я же спрашиваю вопрос, какая страница, а вы молчите. Ну, типа, а потом ничего неудобно. Это же вы изучаете. Я изучаю вашу. Я изучаю ваши книжки. Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Что? Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Что? Тридцать седьмая. Тридцать седьмая. Что? 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 Так. А что на второй странице написано? На второй? Угу. на второй странице смысле мне вернуться назад наверх не вниз то есть 38 не надо так какая страница мужчина я открыл учебник какой у меня попросили я сказал так учебник так какая страница первая глава какая страница мужчина первая глава хотя бы как называется первая глава найда нищие люди как же вы не первая глава найда нищие люди не третий который мне попадается и он эту тему игнорирует ладно давай другого возьмем найда нищие люди перша голова восьмая страница тихо история да это неудобно смысла неудобно история украины 8 класс гисен марки слышишь меня ты слышишь меня гисен мартынюк ты слышишь меня я тебя задал вопрос какая страница ты сказал 37 я тебе прочитал заглавление что находится на 37 странице ты грызь мне неудобно детки потом грызь на крой меру вторую страницу я спрашиваю какую вторую страницу до 38 страницу или вверх вторая страница ты опять мне сказал неудобно так успокойся потом ты мне говоришь открой первую главу я открываю 1 глу что в первой главе какой книги седьмого класса я все еще на седьмом классе сейчас с тобой напоминаю я до сих пор хочу понять что хочешь чтобы я прочитал там как же неудобно что неудобно что неудобно ты слышишь меня ты слышишь меня что мне открыть какую именно седьмой класс так седьмой класс что именно мне открыть когда украине исполнилось 100 тысяч лет как какая страница ну у тебя книга перед тобой есть я тут я открыл да что отключать что именно читатель чего нет первый вопрос почему чувак здесь 322 странице считая обложку что именно читать все читать при тебе давай роман лях на диеты мировой истории украины знатонищих часик до 5 старичек пикнуть бедручных до 7 класса далее снова повторения выдание друга выполнено и дополнение лях т.д. истерия украины складывала всесвитнюю историю она вовчает подище удалось на тернии со спільной украины с момента появится люди не и до сегодня протягом богатых столиц у кривавей боротьбы с численными врагами кочевниками монголо татарскими турецкими татарскими завоеванниками плата и литвы и польши угорщины россии австрии украинский народ и ведь стояв право на и снова право на властную могу культуру историю приходячи до систематичного вивчения истерии украины визнайомиться с господарской деятельностью с поспильными отношениями культурой побутом нашего народа познайомиться с непересечными особистыми людьми которые действительно творили нашу историю за движением мунистерства освіти украины как подручных до ученых 7 класса загальноосвитных средних шкіл згідно с решением коллегами мунистерства света украины и 12 серпня 1997 уроку протокол номер 16 13-8 что я пропустил это я мы даже до параграфа не дошли параграф тут будет через страницу 1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 тут до параграфа еще пять страниц так что конкретно ты хочешь чтобы я открыл то есть ты не знаешь что я должен открыть да понял давай кроме стоит давай откроем учебник истории россии за 11 класс давай тридцать восьмой параграф я скажу точно вот 396 страница глава 2 история россии за одиннадцатый класс открываешь не открываешь украинский не у нас это озлоблено национально-языковое культурное население агрессивного меньшинства над большинством вопрос кто это меньшинство ваш учебник история россии за одиннадцатый по мединскому от 2023 года кто это меньшинство но ты же смотри я когда тебе задавал вопрос по нашему учебнику это не пытался на него сослаться что-то там прочитал время не смог таки внятно ответить вот тебя читаю ваш учебник нет и мне вообще не ответил потому что неудобный вопрос имени сказал где прочитать я у тебя говорю история россии одиннадцатый класс по мединскому 396 страница украинский не она это озлоблено национальное культурное языковое нас агрессивного меньшинства над большинством кто это меньшинство как бы сказать я не венгрии румына это надо давай тебе еще раз прочитать наверное не понял украинский неонацизм это озлоблено и национальное языковое культурное нас и агрессивного меньшинства над большинством то есть национальное языковое культурное на тема меньшинства над большинством внимание вопрос кто это меньшинство то это я сказал кто кто россияне русские венгры и румын то есть в украинский неонацизм это россияне венгрии и румыны это не национальное большинство ну да давайте а тут сказано что украинский неонацизм это нас и агрессивного меньшинства то есть это агрессивное меньшинство это россияне и румыне и так далее да понял то есть вы нации русские которые в это на ты который ущемляет украинцев до понял понял хорошо теперь открываем учебник 2 там еще с первым не разобрались не давай откроем диктой 8 класс украинская история 8 класс гисом 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 марта не 16 год гисом марта не завантажит и сейчас скачиваю такую страницу открывать какую страницу открывать какой страницу открывать что ты хочешь меня тебе неудобно отвечать на вопросы на какие вопросы там не опас кого-то задал задавай вопрос еще ты мне какой вопрос ты мне задал я тебе задал вопрос какой история украины 8 класс так миллион лет миллион лет что миллион лет украине как государство где написано в этом учить как он мы уже 2 открыли и понимаешь но в учебнике универ автомобиль от 200 200 страниц когда ты мне говоришь что там это написано когда ты мне говори что там это написано тихо пол ждите которые что там это написано пожалуйста скажи мне где это написано а какая страница это восьмой класс 9 9 класс классов всего 11 по-моему немножко теряешься ладно у меня только у меня к тебе вопрос тогда раз ты немножко и волосы помой в одном ведре 7 литров другом 13 сколько у нас вопрос по слышу иру по мой волосы в одном ведре 7 литра в одном ведре помоешь в другом да погоди да я вопрос задам и в одном ведре помоешь тихо становись успокойся а что у тебя? а? а что ты? а ты? а что ты? сколько будет 7 на 13? лазик, не, лазик, не, и поправился вот такая рука сколько будет 7 на 13? 88 ага, уверен? да или 7, примерно, 7-8 7 на 13, 88? да хоро, здравствуйте здравствуйте а что поговорим? ну, о чем мы здесь обычно разговариваете? политика, история, война о политике ну, можно о политике немножко поговорить если вы не против давайте, какие вопросы есть? а вы откуда? город Герой Харьков, Украина я из Москвы ага у вас есть какие-то вопросы? так вы же хотели о политике поговорить ну, вот я и говорю, что у вас есть какие-то вопросы давайте поговорим что хотите обсудить? я не против, а? да кто виноват, Россия или Украина? ну, я считаю, Украина в чем виновата? в амбициях своих необоснованных в каких амбициях? ну, вот, например, что она хотела в нам а нам это запрещено? а нам это запрещено разговаривать? каким документом? нет, почему нет документы? в прямом нет, подожди, мы с вами серьезно разговариваем но, если это государственный масштаб это бежгосударственный уровень то, соответственно, запрет 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 да, подожди ты успокойся я пытаюсь договорить, что-то не перебиваешь да, погоди ты, блин, ты выслушай меня я ж не ответил не вопрос задал, я тебе не ответил да, каким документом? вот и все, подожди, помолчи, я тебе отвечу а, давай, документ нашел? нет, причем здесь документы? так вопрос, какой мой был? я тебе отвечаю о том, что... какой вопрос был? подожди ты, помолчи какой вопрос был? ну, давай, давай, ладно, давай когда говорит умный человек, ты должен помолчать ну, говори, говори говорить будешь или нет жить не учитывая и украина 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 вела свою политику таким образом что она не учитывала интересы почему а почему но в чем интерес россии нет в чем интерес россии чтобы украина не было в нато что не так интересно россии в том чтобы украина имела нейтральный статус а где-то прописано если интерес россии чтобы украина была нейтральный статус у нас с тобой серьезный разговор или базар тогда дай мне сказать если если интерес россии чтобы украина имела нейтральный статус когда россия предлагала украине иметь нейтральный статус ну назови не примеры ну когда именно 2003 год я пытаюсь ответить я пытаюсь ответить 2003 год на саммите с генсекретарем нато не до меня перебивать с генсекретарем нато у путина задают вопрос путина задает вопрос не против ли он чтобы украина вступила североатлантический альянс заявление путин заявление путину что зачем вы мне спрашиваете украина суверенное государство она имеет полное право типа вступать у россии есть интересы ты слышишь меня украина не может жить без учетов интересов россии я тебе об этом говорю ты услышишь меня пожалуйста такие понял краски здесь сама разрешила украине вступить на то кто россия да да еще третьем году действительно вот поэтому сейчас идет война потому что путин разрешил украине вступить на то так он сказал путь вступает в эти же дни украина заявила о своей готовности вступить в нато скажите пожалуйста каким образом переговоры возможные переговоры о вступлении украины давай посмотрим готов не боишься не сольешься нато могут повлиять на развитие отношений россии и нато спасибо пупок лакой оппозиции кто то что то что то что то что то 28 мая 2022 года рим ну что это вопрос путину 10 генсекретарь нато путин и еще кто то там ты готов слушать ну давай давай послушать давай послушать тоже время а недавно в эти же дни украина заявила о своей готовности вступить в нато скажите пожалуйста каким образом переговоры возможные переговоры о вступлении украины в нато могут повлиять на развитие отношений россии и нато спасибо россия 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 и украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме это близкие государства которые произошли из одной семьи советских республик и и в последние годы отношения между россией и украина развиваются особенно позитивно что касается расширения нато в целом вы наше отношение к этому вопросу знаете но не меняется но это совсем не значит что украина должна остаться в стороне от процессов на которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в европе и на земле в целом мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему украина суверенное государство и сама в праве выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности но скажем участие вот в том совете который мы создали сегодня это нужно обсуждать с членами совета с членами североатлантического блока с генеральным секретарем я считаю вполне возможным и в принципе не вижу здесь ничего особенного или нечто такого что омрачало бы отношения между могло бы омрачать отношения между россией и украиной вот в этом интервью 28 мая 2002 года путин говорит что не видеть ничего такого в том чтобы украина вступала на то то что россия в целом против расширения но на не понимать но он говорит в открытой что так почему украину должно это касаться если она хочет поступают твои же заявления о том что непосредственно как бы россия не в интересах что вступление украины где а двадцать втором году путин говорит что расширение нато не наших интересах но этот интерес и не распространяется на украину теперь внимание вопрос кто из вас ты или путин ты приобрели ты реально ты услышал ты реально услышал то что хотел услышать скажи мне хотите еще раз это бесконечное количество раз так я тебя включаем нет ради бога хочешь включать проблем давай еще раз включу давай 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 еще раз послушаем не вопрос а недавно в эти же дни украина заявила о своей готовности вступить в нато скажите пожалуйста каким образом переговоры возможные переговоры о вступлении украины в нато могут повлиять на развитие отношений россии и помолчи спасибо тут недолго вытерпи будь мужиком россия и украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме это близкие государства которые произошли из одной семьи советских республик и в последние годы отношения между россией и украина развиваются особенно позитивно что касается расширения нато в целом вы наше отношение к этому вопросу знаете она не меняется но это совсем не значит что украина должна остаться в стороне от процессов на которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в европе и на земле в целом мы подробно не обсуждали с коллегами в целом в целом что касается расширения нато в целом вы наше отношение к этому вопросу знаете она не меняется но это совсем не значит что украина должна остаться в стороне от процессов на которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в европе и на земле в целом мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему украина суверенное государство и сама в праве выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему украина суверенное государство и сама в праве выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности Но, скажем, участие в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарем, я считаю вполне возможным. И, в принципе, не вижу здесь ничего особенного североатлантического блока, с генеральным секретарем, я считаю вполне возможным. И, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной. То есть Путин говорит, что не видит ничего такого в том, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс, и что это ее право, и это никак не омрачает их взаимоотношения. А ты мне говоришь, что Россия против. Кто из вас против? Ты или Путин? Нет, Путин, нет, Путин говорит о том, что нет ничего страшного, чтобы Украина была в Североатлантическом. Где? Куда? Э, товарищ майор! Куда товарищ майор его скинул? Куда? Нет, это понятно, чтобы украина была магазина.